Ну, 2n, это есть вероятность того, что y2n равняется нулю. f2n. Так, v это первая буква слова, померить вероятность. Это вероятность того, что y1. y2n-1 не равно, а вот y2n равняется нулю. Я напомню, что это на самом деле было такое. u2n-1 это всевозможные пути, которые заканчиваются после 2n шагов на оси абсцисс. Вероятность того, что мы, сделав 2n шагов, попали в точности на ось абсцисс. А f2n-1 это вероятность того, что выйдя из начала координат, мы впервые оказываемся на оси абсцисс ровно в момент времени 2n. Так, почему там важно, что 2n, надеюсь, все понимают. Сделав нечетное число шагов, попасть на оси абсцисс нельзя. Как, в принципе, выглядит такой типичный путь отсюда? Он выглядит так. Мы вышли из начала координат, ходили, ходили, ходили и в точке 2n пришли. Как выглядит вот эта пушка? Как выглядит типичный путь отсюда? Ну, два варианта. Либо мы вышли, ходили, ходили, пришли, либо мы симметрично сюда, понятно, ни разу не пересекали. В прошлый раз точно, я помню, успели сделать. Мы успели написать формулу, которая выражает q2n через предыдущие фки и ушки. Смотрите, чтобы попасть в момент времени 2n, есть какой вариант? Можно вернуться после двух шагов и после этого опять вернуться, уже не обязательно впервые, после 2n минус 2. Или впервые вернуться после четырех шагов, а дальше 2n минус 4. И так далее, и так далее. Или можно еще так, 2n минус 2 шага и умножить на у второе, или, наконец, 2n шагов впервые вернуться к нулевой. Разумеется, мы считаем, что к нулевой единицы. Хорошо. Хорошо, это понятная форму. А вот еще такая замечательная формула. Как посчитать f2n через ум? Это в точности то, что я вам сейчас рассказываю про треугольный каталог. То, что там число является разностью чисельных сочетаний и так далее. Но давайте это поймем на языке вероятности. А поймем это так. Что значит f2n? Это значит вероятность. Так, что-то вы видите, все помнят? Это координаты точек. Вот у нас маршрут состоит из точек с кранатом 0, 0. 1y первое, 2y второе и так далее. 2n, y2m. Понятно, да? y это высота. В момент времени к мы находимся на высоте y. Соседи y отличаются, естественно, на единицу. То есть, либо идем либо к, либо на единицу. Итак, что же такое f2n? Написано вот здесь. Ребята, я сейчас сделаю очень просто. Я напишу, что условие y2n равняется 0, можно записать вот так. y1 не равно 0, y2 не равно 0 и так далее, и так далее. y2n минус первое не равно 0, а последнее условие не пишу. Просто рассматриваю все пути, несмотря на то, какой там, да? И вычитаю из этого вероятность того, что y1 не 0, y2 не 0 и так далее, и так далее. y2n минус первое не 0 и y2n тоже не 0. Итак, вероятность того, что выполнено какое-то условие, и при этом y2n равно 0, это вот что такое. Это надо выписать условие, не обращая внимания на y, и потом выбросить те случаи, когда оно не равно 0. Все понятно? Понятно. Так вот, в прошлый раз методом отражения была доказана очень важная лемма. Вероятность того, что y1 не равно 0, y2 не равно 0 и так далее, y2n не равно 0, и я думаю, что вот эта вероятность, это в точности u2n. Вспоминайте, пожалуйста, был у нас такой вероятность? И еще по-другому мы это записывали. Вероятность того, что y1, y2 и так далее, и y2n все положительные, это у двоенная упала. Доказательство было такое. Мы говорили, что нас интересуют все пути, которые начались здесь. Ну, мы это доказывали вот на этом языке. Начались здесь, значит, пошли сюда, потом ходили, 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 и пришли куда-то вот сюда. И помните, мы говорили, что посмотрим, вот этот шаг он обязательно сделан, а после этого бывают плохие пути, которые вот пришли сюда и дальше пошли. И что мы дальше делаем? Мы дальше отражали вот этот кусок вниз и говорили, что таких путей столько же, сколько вот таких. Записывали это через число сочетаний, ну и получалось. Так вот, господа, во-первых, давайте воспользуемся этой лиммой для того, чтобы все-таки досчитать вот эту штуку. Смотрим сюда, и в предположении, что мы знаем лимму, сейчас все поймем. Смотрите, господа, а вы понимаете, что вот это условие у-1 не равно 0, его можно вообще-то и не писать. Нечетное не бывает неравное. Поэтому вот здесь вот можно взять, у-2-1 убрать, а оставить у-2. Полиня, вот эта вероятность, это у-2n-2. Понятно? Так это же замечательно. Это же замечательно. Значит, f-2n, это у-2n минус второе. Так, а минус что? Полиня по той же самой, это что? У-2n. И заметьте, без всяких рассуждений про числа каталана, это все равно те же самые числа. Поскольку у нас с вами есть формула для у-2n минус второго, и у нас есть формула для у-2n, то мы можем спокойненько написать, что это есть число сочетаний из 2n минус 2 по n минус 1, делить на 2 в 2n минус 2 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 мин у нас пересечения бывает только в черных местах но мне я мог писать только четные у 2 не равно 0 у 4 не равно 0 это без разницы у нас пересечения все равно в нечетном месте невозможно и мы уже очень многое получаем про вероятности понимание того как происходит случайно смотрите что мы получаем у нас есть явная формула для числа у нас сейчас только что выведена явная формула для числа f f это вероятность того что первый раз в момент времени 2n вернулись у это вероятность то что в принципе в момент времени 2n вернулись и у нас с вами есть формула которую мы на прошлом занятии вывели для фатриалов стерлинга значит для того чтобы понять как примерно выглядит у и как примерно выглядит f мы должны сделать очень простую вещь по формула стерлинга посчитать фатриал это в высшей степени простая работа но она даст нам замечательный результат 2n это не здесь вот 2 в степени 2n у нас в прошлый раз были даже неравенства ну давайте я уж не буду писать там е в степени 1 делить на 12 н это все-таки не самое главное вот но более или менее это что такое это 2n разделить на е в степени 2n согласно это вот этот фатриал умножить на корень из 2 и умножить на 2n так ребят я сразу скажу в этом месте я конечно немножко не прав потому что я не доказал что здесь именно 2 в принципе имело бы смысл писать здесь просто какая-то константа ее существование вы доказали а то что это именно корень из 2пи вы еще не доказали потом все докажем это я написал 2 теперь делить на н в квадрат на что на что делить это надо написать н е поскольку делить то я пишу в степени минус 2n потому что еще квадрат возвожу да и еще надо делить на 2 в степени 2н это вот это вот и там еще был корень из 2пи н поскольку в квадрат возводим то просто 2пи н вот давайте смотрим давайте смотрим опять е в степени 2n и е в степени минус 2n отлично н в степени 2n в степени минус 2n 2 в степени 2n 2 в степени 2n 2 в степени 2n ребята все главное сократилось что осталось 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 вот это давайте напишем у нас осталось корень из 4пи н разделить на 2пи н корень из 4пи на 2 сокращается получается единица деленная на корень из пи н удивительно простая формула у 2n это примерно единица деленная на корень из пи н теперь надо понять сколько раз отличается число и в военное от 2 если приглядеться то становится понятно что это вы уже делали когда говорили про числа катала чтобы вас было ощущение что я жена все делаю по-честному давайте я конечно напишу это заново но это это сложно поехали здесь чтобы где бы 4 правильно да потому что здесь 2 в степени 2 минус 2 а я пишу 4 умножить на 2n минус 2 факториал делить на n минус 1 факториал и еще на минус минус здесь будет 2n факториал делить на н факториал и на н факториал поехали понятно что я вынесу вот это вот число 2n и у меня останется следующее у меня останется просто на просто все здесь будет минус единица это то что останется вот отсюда а отсюда а отсюда когда я вынесу у меня останется следующее 4n квадрат разделить на 2n минус 1 и еще разделить на 2n 4n квадрат сокращается с двумя n получается 2n 2n делить на 2n минус 1 и еще минус 1 получается у 2n делить на 2n минус 1 ура а значит примерно сколько f 2n помните 2n это была единица делить на пи корней из n а f 2n это будет примерно в 2n раз меньше да это единица делить на 2 корень из пи n и почему это интересная формула потому что она уже позволяет примерно соображать например чему равняется среднее время для возвращения мы сейчас мгновенно решим задачу когда монету бросаем 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 и давайте отмечать как великое событие что количество орлов сравнялось количество врежь кривые замечательно помните что у каждой случайной величины есть такое понятие как среднее значение или математическое ожидание что такое среднее значение случайной величины это надо ее значение умножить на вероятность с которой они принимаются ну например если я участвую в лотерее и с вероятностью 99% я сплачу 100 рублей с верояностью 1% я получу 100 рублей в приз нет не обязательно с вероятностью 0 99% получаю 100 рублей в приз и с вероятностью 0,01% получаю 1000 рублей в приз а у кого примерная цена этой лотереи все понимают как считать каждую вероятность умножить на соответствующую сумму сложить так вот а давайте здесь сделать среднее время для уравнивания это очень просто это сумма надо взять количество бросков умножить на f2n до 1 и сумму надо взять по всем натуральным числом ну отлично у меня формула есть для этого у меня для этого есть формула получается что двойка сокращается не самое главное а получается что это примерно сумма смотрите н н а здесь оставить просто корень из n это сумма единицы делить на корень из пи н господа это расходящийся даже если делить не на корень а даже если делить на н то ряд будет расходящийся а делить на корень это совсем огромное лично поэтому получается неожиданное что если два одинаковые искусственных противника садятся играть то ждать когда у них наступит ничья в среднем придется бесконечно долго неожиданно правда обычно считается что если играют два одинаковых человека то скорее всего уравняется потом еще поиграют поиграют опять уравняется поиграют опять уравняется ты чё потом прямое отношение имеют ко всяким психологом ко всяким тестом успеваемости смотрите идея в чем ставь плюсик если человек выиграл как-нибудь за это встал на пятерку работу станет ущик если вот тогда вот представьте себе два одинаково разумных школьника вот там каждый работа на взбирает половину то выигрывает или проигрывает и вдруг получается что если мы запустили вот они в одном классе учиться они одинаково искусственно сердце 1 2 получает опять или два получается что уравняются они скорее очень скоро продержать и мы ждать от того и как объявлением того виду рабу когда на самом деле просто просто так это на самом деле далеко не самое интересное что я сегодня хочу рассказать потому что мы абсолютно готовы абсолютно все сделали для того чтобы изучить закон арксинуса или то же самое распределение каталана ой слушайте можно еще послужить когда у вас такая формула помните у нас была лекция про возвратность или не возврат там были электрические цепи вот и там мы доказывали что движение по прямой при помощи электрических цепей движение по прямой и движение по плоской решетке возвратно то есть вероятность к 1 мы возвращаемся а теперь смотрите оказывается для прямой мы сейчас получаем вероятность возврата следующий чтобы вероятность возврата это чтобы вернемся или через два или через четыре или через шесть или через восемь согласно да нет замечательно только у нас для каждого из них есть вот это вот это вот второе минус 4 следующее и так далее при этом важно что удвоенная как вы помните стремится 0 а значит к чему это стремится чем нулю на любом это то чтобы выходе начала координаты не не делая ничего, остается в начале картина единицы, все то есть получаем не просто что это единица а получаем для начального опуска простую формулу вероятность того, что закончится либо за 2 шага либо за 4, либо за 6, либо за 8 мы тоже понимаем, чему это равно